Всем привет! Сегодня у меня подборка из отличных комедий и мелодрам. Восхитительные фильмы, которые вы наверняка будете пересматривать и которые улучшат вам настроение. Первый. Москва, Бельгия. 2008 год. Бельгия. Режиссер Кристоф Ван Рампай. В ролях Барбара Сарафьян, Юрген Долнат, Йохан Хелденберг. Продолжительность 1 час 42 минуты. Драма, мелодрама, комедия. Очень приятный фильм. Мати 41 год. Она мать троих детей. У ее мужа кризис среднего возраста. Он бросил семью и у него любовь со студенткой. Мати все приходится тащить на себе. Она хотела бы нормальную жизнь, но у нее нет ни возможности, ни средств. Она полностью погрязла в бытовухе. Мати не следит за собой и измучена. Вместе с детьми она едет на машине в супермаркет. Купив все необходимое, они садятся в машину и Мати, не посмотрев в зеркало, сдает назад и врезается в грузовик. Владелец грузовика Джонни требует, чтобы Мати оплатила ремонт. Мати пытается сначала извиниться, но видя, что Джонни не собирается ей это прощать, вступает с ним в перепалку. В результате все это выливается во взаимные оскорбления. И тут Джонни неожиданно заинтересовывается Мати. А уж если Джонни что-то решил, то его ничего не остановит. Через несколько дней он приходит к Мати домой и чинит ей автомобиль, а она зовет его на обед. Так у них завязывают соотношения. А Джонни, кстати, 29 лет. Тут бывший муж Мати, узнав, что у нее появился мужчина, конечно, решает вернуться назад. Мати теперь нужно решить, остаться с Джонни или простить все мужу. Посмотрите отличный фильм. Второй. Сердцеедки. 2001 год. США. Режиссер Дэвид Миркин в ролях Сигурни Уивер, Дженнифер Лавхьюитт, Джин Хэкман. Продолжительность 2 часа 3 минуты. Мелодрама, комедия. Совершенно очаровательная комедия. Макс и ее дочь Пейдж – две мошенницы, которые находят богатых мужчин, соблазняют их и обманным путем получают их деньги. И на это ведут беззаботную жизнь. Макс научила Пейдж смотреть на мужчин, как на добычу и не испытывать никаких эмоций. Но однажды Пейдж встречает классного парня и влюбляется в него. Я могу смотреть эту комедию бесконечно. Дженнифер Лавхьюитт и Сигурни Уивер – отличный актерский дуэт. Сигурни Уивер такая прикольная, когда она изображала из себя русскую эмигрантку Ольгу. И, конечно, ее запоминающееся исполнение песни Back in the USSR. Рэй Лиотто, Джин Хэкман и Джейсон Ли в роли влюбленных жертв отлично сыграли. Посмотрите этот фильм, если не видели, или пересмотрите еще раз, и отличное настроение вам гарантировано. Третий. Лучше не бывает. 1997 год. США. Режиссер Джеймс Л. Брукс в ролях Джек Николсон, Хелен Хант, Грег Киньер. Продолжительность 2 часа 19 минут. Драма, мелодрама, комедия. Что можно сказать про этот фильм? Это просто класс. Его я тоже смотрела бесконечное число раз. Разве он может надоесть? Джек Николсон в роли известного писателя Мелвина Юдала с обсессивно-компульсивным расстройством просто восхитителен. Он говорит людям все, что о них думает, и даже не задумывается, что может кого-то обидеть. Он терпеть не может окружающих, но он тайно влюблен в официантку в кафе, куда он постоянно ходит. Однажды его соседа избивают. Он попадает в больницу, а Мелвина, друг соседа, заставляет взять на время его собаку. И так одно за другим, и Мелвин начинает заботиться и о сыне официантки, и о соседе, и о его собаке. А на деле выясняется, что Мелвин настоящий человек, который не говорит слова сожаления, как это делают многие. При этом за словами нет ничего, а как нужна помощь, так сразу никого не остается. Мелвин не говорит, а на самом деле делает. Я думаю, многие видели этот фильм, но разве не стоит посмотреть его еще и еще? Это просто шедевр романтической комедии. Четвертый. Взрыв из прошлого. 1998 год. США. Режиссер Хью Уилсон. В ролях Брэндон Фрейзер, Алисия Сильверстоун, Кристофер Уокин. Продолжительность 1 час 38 минут. Комедия. Мелодрама. Следующий великолепный фильм, который я тоже могу смотреть бесконечно. В 1962 году ученый Келвин Уэббер, опасаясь, что СССР нанесет ядерный удар по США, строит подземный бункер под своим домом. Там есть все, чтобы провести много лет, ни в чем не нуждаясь. Когда по телевизору передают, что кризис нарастает, он, считая, что скоро начнется война, спускается в бункер вместе с беременной женой. И в этот момент на дом падает истребитель ВВС США. Все думают, что они погибли, а Келвин решил, что началась война. В бункере у них рождается сын Адам. И так они втроем живут, никуда не выходя. Родители вырастили отличного сына, но он совершенно не приспособлен к реальной жизни. И когда через 35 лет запасы у них начинают заканчиваться, Адам решает выйти на поверхность. Оказывается, что войны никакой и не было. Отличная комедия, все актеры просто класс. Пятый. Счастье быть одной. 2016 год. Италия. Режиссер Лаура Моранте. В ролях Лауры Моранте. Пьера Делья из Пости. Франческо Панафино. Продолжительность 1 час 37 минут. Комедия-мелодрама. И еще один отличный фильм. Флавия неуверенно в себе. Она была два раза замужем и оба раза неудачна. Еще у нее отношения с женатым мужчиной. И также ничего хорошего. Все это привело Флавия к неуверенности в себе. И теперь она попала в зависимость от своих друзей, сыновей, бывших мужей и новых жен мужей. Никто не воспринимает ее серьезно. И фактически они просто командуют ею. Флавия надоела такое положение вещей. И она решает обратиться за помощью к психотерапевту Грюнивальд. Флавия совершенно милый человек. Ей просто надо снова обрести себя и вырваться из неуверенности. Психотерапевт начинает давать ей задания, которые помогут выбраться из этой ситуации. Посмотрите. Хорошая комедия с отличным смыслом. На сегодня все. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. И всем пока.